Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня ночью мы с вами для книги вязали вот такого вот ручейника, свободно живущего. Как я и обещал, я должен для книжки выполнить два варианта, чтобы у людей был выбор, как делать с помощью меха всевозможные приманки. Это вариант сибирской мушки. Учитывая то, что в нашем регионе одни условия, это Украина, Харьков, Сибирь, это практически 4 Украины, а то может быть и 8. Поэтому там условия абсолютно свои и другие. Речки горные есть, есть речки равнинные, но чистые, поэтому наши все вялотекущие. Поэтому огрузку большую я здесь делать не буду. Кстати, эта мушка работает хорошо и зимой. Варианты, конечно, могут быть разные. Я уже неоднократно выкладывал на своей страничке в Фейсбуке, как они должны приблизительно выглядеть и какие работают. То есть те, которые были проверены в нашем регионе зимой. Что нужно? Я не подгружаю дополнительно, а буду использовать немножечко другую, более потолще нить, чем я вязал предыдущего ручейника. Но обязательно нить должна быть белая. Это где-то порядка 6.0. Промазываю клеем, так как нить полиэстер скользит. И только после этого я креплю свою нить. Заодно у меня тело будет достаточно крепкое, прочное. И при вываживаниях рыбы изъятие крючка не будет прокручиваться. Крючок на пайку я уже вам показывал, как я делал. Поэтому можете посмотреть. Я на это время не трачу. Крючок у меня номер 10. Учитывая мои условия рыбалки, можно использовать 8-й, 12-й. Меньше, конечно, чешуйку изготовить сложно. Она должна быть 4 мм. У нас остался еще наш даббинг шнорки. И для того, чтобы сегментировать наше тело, нам понадобится вот такая вот резиночка, которая силиконовая. Когда она может встречаться, как на деньгах, у меня лично попалась из упаковки крючков. Я, как обычно, бросил все это там, где у меня находятся всевозможные вот такие вот пленки для тела. Они у меня вот так хранятся, потому что я работаю все время с ними. И вышло так, что эта прозрачная белая немножечко подкрасилась. В данный момент для меня это просто самое-самое необходимое. Нам отпадает работа для подкрашивания или поиска такой специальной ленточки. Почему ленточка? Если мы с вами будем брать, это я уже здесь перемотал на катушку для рукоделия силиконовую, она идет как жгут, как канат. То есть или квадратная, или слегка, вернее, квадратная, ровная, или же слегка приплюснутая. Поэтому если мы начнем сегментировать, то у нас более объемное выйдет тело. Скажу сразу, такой вариант тоже годится. Я делал это и 3-4 года назад. Работает не хуже. Но учитывая то, что мы делаем для книги, поэтому я буду делать так, как оно должно быть. Берем, у нас осталось наше перышко, курочки охотничьего фазана. Подравниваю вот так кисточкой те перышки, которые будут служить в качестве лапок, имитации лапок нашего ручейника. И отрезаю определенной длины. Вот приблизительно вот такая должна быть щепоточка. Вымеряю длину. Нам немножечко нужно будет еще зайти за загиб. Поэтому даю с допуском. Сверху притяжной петлей прихватили и дальше хорошо закрепим. Удерживаем в таком положении. И ниткой стараемся так, чтобы мы никуда его не утащили. Дошли до середины загиба. Почему до середины загиба? Можно немножко дальше. Это уже не принципиально. Ну, я так вижу тело. Многие это критикуют, но скажу вам сразу, рыбе абсолютно все равно. Поэтому для меня главный судья рыба. И как я вижу эту приманку. Теперь там, где у меня перекрасилось больше на розово-такой красный оттенок, я под углом срезаю мое колечко, чтобы вышло вот такое заострение. Здесь крепим там, где наш хвостик. Как вам будет удобно. Притяжной, нахлёст, но желательно, чтобы вот было в идеале, как вот у меня. Можно даже больше ее еще подхватить. Вот так, да. И в натяжку закрепить, чтобы не было скученности. Годится. Тело можно подровнять, допустим, больше-меньше. Можно нитку добавить. Ну, я считаю, это уже излишнее. До нашей напайки к колечку не доходим пару миллиметров, потому что там будет вся скученность материалов и желательно, чтобы было более-менее свободное место. Возьмем вощину, воск, все, что у вас есть, или же клей-карандаш. Желательно нитку нашу промазать в начале. И после этого я беру методом расщепления нити мы это уже с вами проходили. Разделяю ее. Вот так приблизительно две равные половинки должно получиться. И остаток нашей норки, которая у нас меха, не такими небольшими порциями, но уже можно побольше, потому что величина крючка у нас другая. И лохматость здесь мушки чем больше, тем лучше. Ну, в пределах разумного. Так, чтобы она у нас не походила на бокоплава. Вкладываем в расщепленную нить, следим за тем, чтобы не было скученности. И главное, чтобы не более 10-12 сантиметров. Я считаю, лучше повторить, потому что неудобно. тем более у меня камера здесь в 10 сантиметрах от губок. Годится. Закрываем нашу нить и прокручиваем. Опускаем нить вниз и на бобинодержателе я держу пальцем, вам просто вот так, держу пальцем и прокручиваю бобинодержатель. Потом отпускаю, и оно у меня все аккуратненько скручивается. Теперь, прежде чем мы начнем с вами наматывать, желательно немножечко вот так вот придать какое-то направление и выбрать тот мех, который у нас плохо закрепился. Должна быть вот такая у нас лохматость примерно. Во время, если у вас есть, как я иногда использую, пряжу из ангоры, то лучше всего взяли спокойненько и у нас я покажу вам, вот у меня здесь она вот так намотана, вот то же самое пряжа с ангоры, я ее вычесываю потом и получается хорошая мушка. Удерживаем, чтобы нить не распускалась и небольшими вот такими движениями движемся там, где мы с вами сделали хвостик и теперь аккуратно вот так мех убираем в сторону и если у вас есть функция ротори, пожалуйста, используйте ее, это дополнительно облегчит вашу работу. Вот, очень даже изумительно и лохматости достаточно, так что все меня устраивает. единственное только следите за тем, чтобы была соответствующая толщина тела. Два-три раза пройти даббинговой ниткой, это не возбраняется. Теперь, чтобы у меня не было лишнего материала, я просто беру вот так и не подстригаю, а выдираю его с усилием, потому что не нужно. Кстати, если вы вот обратите внимание, в таком варианте даже можно и не обматывать нашей пленкой, а можно использовать только проволоку, ну, хорошо-хорошо вычесать, будет работать не хуже. Берем, добавляем даббинг, здесь нам немножко осталось, поэтому них я не буду расщеплять, как раз аккуратненько нам и хватит нашего даббинга. Как я и говорил, не на одну нимфу. Буквально одна вот кисточка, столько, сколько вот кисточка для рисования, может быть, немножко больше, и будет вполне достаточно для того, чтобы изготовить нимфу, отрезать меха. Теперь смотрите, я не буду доходить до колечка приблизительно 3-4 миллиметра. Здесь мы должны немножко из другого даббинга синтетического, блестящего, изготовить грудку и имитацию лапок. поэтому я слежу за тем, чтобы не зайти материалом в мою отмеченную точку. Убираем каждый раз и вот приблизительно отлично. Немножко сделаем еще утолщение. все отлично. Нить я буду менять, поэтому сейчас мы закрутим. По поводу Виталий Шмелев сделал с подшипниками, как его наварил и с редуктором. Я специально узловяз посадил наклей вот этот самодельный. Только лишь для того, потому что периодически возникают моменты, вот мне допустим нужно держать под определенным узлом, углом вернее. Вот я взял, держу, начинаю наклонять, чтобы подхватить перо, а у меня под центробежными силами начинает мой уходить вниз узловяз и делать уже петлю. То есть мне неудобно. А так я уже могу контролировать в эту точку подвести, в эту точку подвести. То есть не всегда и хорошо, когда прокручивается. Но если вы привыкли так работать, значит вам без разницы можете работать. И с таким отрезаем эту нить. Нить я взял немножечко вот такую вот другого цвета, более темную, не обязательно, чтобы она была черная, потому что черная у меня не всегда есть. как вы видите, у нас осталось достаточно места для имитации наших лапок и для выполнения даже не грудки, а там, где вот как у него должна находиться голова. Что мы дальше делаем? Тело у нас достаточно хорошо взлохмаченное. Я ставлю тиски для себя в удобное положение, а вы как вам будет удобно. и теперь нам в натяжку необходимо выполнить очень-очень ровно сегментацию. Но шаг здесь уже вы должны выбрать для себя сами, какой вам нужен, так, чтобы мех хорошо просматривался через наши вот сегменты этой пленки. Очень хорошо, мне достаточно вполне. доходим до колечка, сделаем полный оборот силиконом, перекидываем катушку, подвесом она подхватывает, и теперь мы можем спокойненько уже закрепить материал. Так, удаляем. теперь я перевожу крючок уже вот в удобное для себя положение, так как перо будет наезжать на колечко, и мне будет неудобно вязать. Сейчас я подниму камеру. Вот у нас в хорошем нормальном положении находится теперь камера, видно вам. что я делаю. Мне необходимо вот такое вот перышко домашней курицы. Использовать можно куропатку, перепелку, любое перо. Дело в том, что мои друзья из Иркутска, как и из Тайшета Владимир и Александр Владимир Шестаков, Александр Павлов, используют обычно для вязания вот такие сухое перо. Ну, я так не делаю, потому что у нас совсем другие условия рыбалки, и в их варианте значит там получается так, что ну практически только-только обозначивают сами вот лапки буквально один оборот. в нашей мутной воде нужна соответствующая лохматость, поэтому здесь нужно, чтобы было отчетливо видно для нашей рыбы, тем более с глубинами, ил и прочее. что нам нужно? Необходимо использовать для самой головы и грудки вот темный какой-либо вот такой вот даббинг, который отдает, как вы видите, у меня он черный, но из черного раз, два, три, четыре, вот пять оттенков, которые имеются. Это вот фиолетовый, это не черный, вот другой черный. Поэтому я выберу больше, больше такому, возьму немножко ржавого, черного, и возьму немножечко этого же фиолетового. Совсем немножко, щепотку. Так как загромождать тоже не стоит это место, у нас должно еще хорошо лечь перо. Вот так грубо, потом до первого касания нашего даббинга и прокручиваем до вот такой веревочки, плотно. Расчесывать нам здесь не обязательно это все. Следим за тем, чтобы даббинг хорошо лег и прокручивался, но должна быть достаточно такая объемная и пышная эта часть. До напайки, как вы видите, я оставил здесь буквально немножко. Основное теперь вот нам выполнить обмотку. Можно обмотку выполнить широким шагом и дойти до нашей напайки. Ну, я обычно всегда стараюсь смотреть, как будет ложиться само перо, а потом уже буду выпирать. Больше, меньше, подравниваем, слегка увлажнив пальцами, вот буквально совсем-совсем немножечко увлажняем пальчиками, и я уже вижу, что мне полтора оборота вполне достаточно. удерживаю перо, прохожу нитью. Очень просто, без всяких напрягов. Теперь увлажняем опять пальцы и уводим вот весь наш материал назад. Как вы видите, у меня остался даббинг, я не дошел очень хорошо. И теперь длина. Вот у меня, если честно, вышло немножечко длиннее само перо, чем я планировал. Поэтому вы, если у вас вот такая ситуация, можно взять вот так и подрезать аккуратно эту кисточку. Но я делать не буду, потому что и в таком варианте достаточно хорошо нимфа будет ловить. Главное подобрать количество пера. Его должно быть немало и немного. Пусть лучше будет меньше, чем больше. Больше рыбу будет настораживать. я промазываю клеем нить и буквально по одной точке, там, где крепил перо, прохожу два-три раза. И здесь же делаю завершающий узел. учитывая то, что клей и даббинг станут одним целым конгломератом, нам будет здесь хорошо удерживаться абсолютно все. И перо, и нитка, и в то же время видно нашу напайку. Все. Для первых которых вот забросов, желательно вот перо сделать, чтобы оно было вперед, вот таким вот образом, как вы видите. Ну, не скажу, что много-мало. Можно больше, можно меньше, кому как нравится. и как вы видите, придаем немножечко ей такой вид. Достаточно хорошо просматривается и наше тело, и видно имитацию наших лапок. Вот и все, друзья мои. Благодарю вас за внимание. Почту я оставлю в анонсе фильма. Не забываем пишем. Одноклассники, контакты, вы знаете, не работают. До свидания.